Итак, я приветствую всех на нашем вебинаре, посвященном задаванию вопросов на американском интервью. Это вопросы, которые мы иногда задаем, там мы прием к этой части. Это вопросы, которые нам задают. Так что с двух сторон мы посмотрим, что происходит. Итак, давайте мы переключимся. Прежде чем мы глянем на сами вопросы, я бы хотел пару слов сказать о некоторых факторах, которые влияют на успешность прохождения интервью. Тот экранчик, который вы видите перед собой, он в более широком смысле все это адресует. Он говорит об успехе как таковом. Но в данном случае под успехом мы будем понимать успешное прохождение интервью. Так вот, представьте себе, что вы ищете работу. Вы говорите, хочу найти работу, а вы живете в Америке. И вам предстоит некоторое, так сказать, приключение. Представьте себе, что вам предстоит еще большее приключение. Вы живете за границей и хотите найти работу в Америке. Всякое приключение, для того, чтобы оно закончилось успешно, предполагает несколько компонентов очень важных. Первое, вы должны быть достаточно мотивированы. Люди, которые не мотивированы, не могут ничего в жизни добиться. Но это и понятно, если тебе ничего не нужно, так что ж ты можешь добиться? Тебя могут ногами, пинками, толчками куда-то притащить, посадить и так далее. Мы исходим из того, что если вы уже тратите время и все это смотрите, то мотивация у вас есть. Будем из этого исходить. Следующий момент вот какой. Вы мотивированы, но дальше мы все взрослые люди, у нас какие-то дела есть, и родители, и дети, и семья, и друзья, и все такое. И трудно бывает как-то от всего сразу отказаться и одним чем-то заниматься. Это сложно. Но дело в том, что чем серьезнее задачи, которые ты решаешь, тем больше фокуса, тем больше ты должен на нее нацелиться. И вот эта часть для многих людей сложная. Они бы, может, сделали чего-то, если бы могли сосредоточиться, но они не могут. Значит, если вы не сосредоточитесь, у вас ничего не будет. И это надо понимать. И когда вы планируете, что вы будете что-то делать, исходите из того, что вы должны будете от других дел по возможности отказаться или свести к минимуму и так далее. Следующий момент это среда, в которой вы находитесь, вот этот вот environment. В данном случае имеется в виду это люди вокруг вас. Если эти люди вам говорят, что искать работу в Америке это, скажем, родину предать, а вы им верите и думаете, неужели я такой гад, что я родину предам, то вот у вас, конечно, будут проблемы. Если вам говорят люди просто, что у тебя никогда не получится, что ты не тянешь или не можешь, там или что-то, вот любой негативизм, который на вас в этот момент идет, он вам не нужен. Поэтому единственное правильное, что вы можете сделать в жизни с этим делом, выключить этих людей просто из вашей жизни. Я серьезно это совершенно говорю, без преувеличения. Я видел очень много раз, как вот так приходят люди внешне и грохают на ходу. Какое-то начинание. Просто потому, что вот они негативны, потому что им от этого плохо и какой бы вы ни были толстокожей, все равно какое-то влияние это оказывает. Поэтому бывают некоторые влияния, которые невозможно исключить, вот слишком близкие люди там или что-то, но все, что исключить можно, исключить совершенно необходимо. И четвертый момент очень важный, это расписание. То есть вы должны иметь какое-то время, отведенное на свои дела. Например, вам нужно посылать, я не знаю, там 50 резюме в день. Ну послушайте, так ведь чтобы 50 резюме в день послать, это может быть надо там 5 часов жизни потратить. Но если вы 5 часов жизни себе не забили в расписании, так как же вы будете это делать? Поэтому это надо понимать. Если вы беретесь за что-то, у вас должны быть ресурсы на месте. Вы должны сказать, вот я столько-то времени на это кладу. Иногда ты не знаешь, сколько нужно времени. Но вот начнешь и посмотришь. Вот когда поймешь, сколько нужно времени, вот столько и будешь делать. Движемся дальше. Есть некоторые правила, я это называю правила продаж. Я их принес из семинаров, которые я посещал по самым разным темам. Я вообще люблю на семинары ходить. И каждый раз, когда идешь куда-то, а в основном они там что-то продают. Я по недвижимости ходил на семинары, по страхованию. Это не важно. Вот когда они рассказывают, как что-то продать, я это тут же процентов на 95 переношу на то, как вот моим студентам, которые в школе у нас. Потому что там много интересного. Ну вот несколько правил есть, которые минимальны. У меня раньше больше здесь было, я уже к минимуму свел. Значит, что очень важно понимать, вот когда вы резюме шлете, когда вы работу ищите, когда вы интервью проходите. Мы же на самом деле к вопросам идем на интервью. Так вот, в этом контексте люди покупают что-то. В данном случае люди нанимают кого-то вот вас. Не потому, что вы хотите, чтобы вас наняли. То есть, это, конечно, необходимо, если вы не хотите, чтобы вас останели, вас не наймут. Но они изначально нанимают вас, потому что у них есть проблемы. Понимаете, у них есть ситуация, которую надо разрешить. Вот я часто вижу людей, которые, вот они о чем бы они ни говорили, они говорят о себе. Вот я хочу это, я хочу то. Да послушай, а я чего? Я вот тебя нанимаю, я тебе деньги плачу. Причем хорошие деньги. Если мы говорим про работу по H1B, я тебе 90 тысяч плачу, 100 тысяч плачу, 120 тысяч плачу. Давай, может, мы обо мне тоже поговорим? Так вот, очень важно, очень важно понимать, что людям надо. Если вы не понимаете, что им надо, вы продать им ничего не можете. Понимаете? Вот приходит человек, говорит, я вас интересуюсь вот этим. А вы ему говорите, знаешь, мужик, мне пофигу, что ты интересуешься. Вот я лично люблю вот там белые грибы, понимаете, подводочку. Но что же вы так ему продадите? Теперь, люди покупают или люди нанимают в нашем случае эмоционально очень часто. И впоследствии они как бы задним числом находят какое-то рациональное этому оправдание, интеллектуальное. Это то, как работает в соотношении друг с другом сознание и подсознание. Очень многие вещи мы подсознательно мгновенно схватываем, а потом нам нужно время, чтобы сознание это как-то устаканило и объяснило нам же. А подсознательно нам уже нравится человек или он нам уже не нравится. Мы, может быть, даже не можем сказать почему, а уже нравится или уже не нравится. Поэтому, когда вы ищете работу, очень важно апеллировать не только к сознанию людей. Да, вот вы там задачку решили, на вопрос технически ответили. Он там дал на сиквеле что-то там, а вы на сиквеле. Он дал вам на С++, вы ему на С++ и думаете, что вы молодец. То есть вы, конечно, молодец, это лучше, чем облажаться. Но это еще не все. Там другие люди есть и тоже и сиквелы С++ в Индии, в Нигерии, я не знаю, где еще, во Вьетнаме. Значит, к эмоциям надо апеллировать. Когда вы пришли на интервью физически, то, что называется face to face, то все время говорят, что нужно рукопожатие твердое, хорошее. Потому что вот селедку дают такую, знаете, соленую рыбу такую сунул, вот нам ему, мол, потискай. Эмоционально нехорошо, неприятно. Глаза бегают, там еще что-то, голос дрожит. Осанка какая-то, оделся неадекватно, опоздал на интервью. Очень-очень-очень много есть вещей, которые эмоционально какой-то негатив несут по поводу вас. Если вы общаетесь по скайпу, да, и с другой стороны, проходите интервью с камерой, значит, соответственно, вы должны иметь там какой-то вид, вы, соответственно, должны улыбаться. Если вы не улыбаетесь, это одно, если улыбаетесь, другое. Ну и так далее. То есть, когда вы что-то делаете, вот какой принцип я хотел донести. Когда вы что-то делаете, и когда вы пытаетесь получить работу, апеллируйте не только к сознанию, но и к эмоциям тоже. Не то же там пошутите как-то скабрезно, не дай бог, я не об этом. Но вот имейте в виду, что эмоции у людей тоже есть. Вы не можете ничего продать без того, чтобы слабеньким таким прийти, несчастным, бедным сказать, я такой несчастный, бедный, дайте мне что-нибудь. Значит, вы должны с позиции силы, если дословно переводить то, что написано на экране, ну что это значит? Вы уверены в себе, вы сильный. Вот, допустим, мне говорят, Миша, а ты знаешь вот это? Я говорю, послушай, говорю я, я много чего знаю и много чего не знаю, но есть одна очень важная вещь, которую ты должен понимать обо мне. Все, что я не знаю и все, что нужно для дела, я буду знать с такой скоростью, что ты еще никогда не видел, чтобы люди с такой скоростью это подхватывали, с какой подхватываю я. И я это не говорю, потому что там что-то, а я это говорю, потому что я всегда такой был и всегда это делал, и как бы у меня в себе никаких сомнений нет. И все. И когда я это сказал, и я сам в себя верю, что я это сказал, и вы мне поверили. И это правда. Я в свои там 56 соображаю лучше, чем большинство людей в 20. Почему? Потому что вот родился такой, и я в это верю. И если я в это верю, и вы в это будете верить. Но если вы врете, если вы сами не верите, если вы говорите, да я вот, не знаю, я могу выучить это, и вот будете с таким лицом, или с таким голосом, или с такой осанкой, или с таким состоянием внутренним. И на этом все закончится. С позиции силы, уверенности в себе. Четвертый буллет на этом слайде говорит вот что. Для того, чтобы что-то продать, в данном случае для того, чтобы себя, так сказать, продать, чтобы вас наняли, очень важно у тех людей, с которыми вы беседуете, у покупателя, найти боль как бы в прошлом, или ожидаемую боль в будущем. Когда люди платят деньги за что-то, да, то есть они говорят, либо вот что-то уже случилось, и я не хочу, чтобы это случилось, либо они говорят, а вдруг что-то такое произойдет. Ну, соответственно, когда они работают, это не в личной жизни у них происходит, но тем не менее. Поэтому понять, какая боль, что их беспокоит, да, вот что их тревожит. И сказать им, ребята, я забираю у вас вашу боль. Это то, как вы получаете работу. Если вы говорите, я хочу это, 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 это не отвечает на вопрос, мне, как нанимающему человеку, не отвечает на вопрос, какую боль вы у меня забрали. Я могу, конечно, предположить, что если вы вот это, вот это, вот это будете делать, то я не должен больше этим заниматься, я могу переключиться там на что-то еще. Это, конечно. Но гораздо лучше будет, на порядок лучше будет, если вы мне прямо скажете. И прямо спросите. И поэтому сейчас переходим на вопросы. Потому что для того, чтобы понять мою боль и показать мне, что вы поняли мою боль, вы должны задавать вопросы. Вот мы туда и движемся сейчас. Теперь еще. Перед тем, как мы начнем этим заниматься, у нас есть небольшая тема. Это вопросы вокруг жизненного пути человека. Я это так вот называю life path. Есть человек, вот каждый из нас, да? Мы когда-то родились, где-то учились, какие-то у нас были интересы. Мы не просто так оказались сегодня там, где мы находимся, а мы каким-то путем сюда пришли. Теперь, несомненно, оказавшись сегодня вот тут, где мы есть, здесь и сейчас, да, мы продолжаем движение. И работа, которую мы хотим получить, связана с нашим движением вперед. Есть люди, у которых движение, которое они в идеале как бы хотели получить, это залезть под стол, чтобы их никто не трогал, и там до пенсии просидеть. Это тоже, так сказать, разновидность такого движения. Ну вот у нас есть студенты такие, знаете, бывают в разных обстоятельствах в жизни. И есть люди, которые к чему-то стремятся, хотят чего-то добиться в жизни и так далее. И вот когда мы беседуем, я вас нанимаю, у меня есть какой-то набор возможностей для человека, который придет и будет у меня работать. И я задаю вопрос для того, чтобы понять, какой ваш путь, вот куда вы движетесь, то есть вот те возможности, которые у меня есть. Я могу с их помощью вам помочь добиться своих каких-то целей, которые у вас где-то впереди вы просматриваете. Или я вам помочь не могу. Если я вам не могу помочь, то либо вы просто уйдете быстро, потому что вы все равно должны реализовать свои цели, к которым вы идете. Поэтому вы просто найдете другое место. Либо вы такой квелый будете тут сидеть и свои цели не реализовывать, и на меня вам наплевать и так далее. И может это еще хуже даже. Поэтому есть вопрос типичный, такое говорит, как ты себя видишь через 1, 2, 3, 4, 5 лет. Ну, хорошо, вот такой вопрос. Есть вопрос примерно такой же. Расскажи о себе. Расскажи о себе – это шире вопрос, чем как ты себя видишь. Потому что как ты себя видишь – это вот сегодня ты здесь, что ты думаешь будет завтра. Вопрос «расскажи о себе» – это вопрос, давай с самого начала начнем, как ты пришел в сегодняшний день и как ты собираешься дальше. Как ты видишь себя дальше. Вот фактически «tell me about yourself» – это сразу два вопроса. Расскажи, что было раньше и расскажи, что будет дальше. Почему мы должны тебя нанять? Казалось бы, совершенно другой вопрос. Но на самом деле нанять вы меня должны, потому что мой жизненный путь, профессиональный в данном случае, идет через вашу контору. Потому что вот то, что у вас там есть, это и есть то, чего мне больше всего по жизни надо. То есть опять мы приходим, откуда я иду, куда я иду, и мимо кого я иду, и кто мне может в этом пути помочь. Чем больше вы можете мне помочь, тем больше вы можете от меня ожидать. Это интересная закономерность. Это очень взаимно обогащающие вещи. Чем больше вы мне можете дать в достижении моих целей, тем больше я с вами, тем больше я зарядился хорошо поработать. У нас есть видео. Вот он тут красным цветом на вашем слайде показан URL к этому месту. На YouTube у нас есть канал, называется Job Interview Tips. Там сейчас лежит три видео. Вот как раз там один про Why should we hire you? Другой Tell me about yourself. И еще один там есть про слабости. Да какие у тебя слабости есть? У меня, кстати, про слабости есть на русском языке. Если вы на YouTube по-русски поищите, вот вы тоже найдете. Это уже на другом канале лежит. Теперь, значит, мы смотрим на вопрос, как ты себя видишь там через пять лет. Я не хочу рассказывать истории всяких, у меня их очень много. Ну, может быть, одну расскажу. Значит, у меня был студент один, он уже в возрасте был мужчина, моих примерно лет вот нынешних. И он раньше был зубным врачом в СССР, а тут вот так получилось, что он работал помощником зубного врача. Это небольшие деньги. Ну и как-то вот он хотел что-то в жизни изменить, пришел к нам. И в то время в одном большом банке они все время у нас народ подбирали прямо из школы. И вот его, значит, тоже отобрали. И поскольку рекрутер проводил все интервью, на самом деле, фактически, ну это вот из 20 человек там, может быть, одного уже потом не брали прямо в компанию, он сыпал это интервью, потому что рекрутер делал очень хорошую работу. И вот он приходит туда. И там было два отдела. В одном отделе было ручное тестирование, в другом автоматическое. Ну и ему вот тоже менеджер говорит, как ты себя видишь? И он ему вдруг говорит, он знал, что его берут в отдел, ну интервьюировался он в отдел, где ручное тестирование. Он знал, что это не автоматическое, не то, что вот у него сомнения были. И тот ему говорит, ну как ты себя видишь? Он говорит, вот хочу заниматься автоматизацией. Знаете, так, ближе к 60. Автоматизацией хочет заниматься. И тот ему говорит, ну, хорошо, но вот когда будет там позиция в автоматизации, мы тебя позовем, и все. И на этом все закончилось. Почему он его не захотел взять? Потому что он не мог ему помочь с автоматизацией. То есть, если приходит человек и говорит, я хочу делать автоматизацию, а у меня ее нету, так и что же тогда, а чего он у меня работать-то будет? Что ему за интерес у меня работать? А мне какой с ним интерес работать, если он, что называется, не хэппи у меня тут, да? Ему что, радости никакой нету? Зачем мне люди, которым со мной работать, никакой радости? Вот вопрос. Если есть другие, которые спят и видят, мечтают вообще, чтобы в банке хорошем поработать, в хорошем коллективе, в замечательной совершенно обстановке, вы себе представить не можете, как там классно. И вот на тебе. Поэтому это вопрос, как ты себя видишь там через пять лет, но в конечном счете это вопрос про жизненный путь. Это не важно, в какой формулировке вас спросят про этот жизненный путь. Формулировок могут быть десятки. Очень важно в конкретном вопросе увидеть, что на самом деле тебя спросили. А на самом деле тебя вот спросили про этот самый жизненный путь. У нас следующий вопрос после этого тоже будет на эту тему, поэтому я вот так заранее, как бы, анонсмент такой делаю. Итак, как ты себя увидишь хоть через пять лет? Многие люди в этот момент говорят, что менеджером хочу быть. И знаете, у них такой вид, как будто он сейчас медаль должна на грудь повесить. Менеджером. Где написано, в каком завете, в Ветхом, в Новом, там где написано, в Коране, где? Что менеджер это более приличный человек, чем, например, не менеджер. Ну, почему менеджер? Что за радость такая? Поэтому не в этом дело. Надо давать такой ответ, который всех абсолютно людей устроит и который для всех людей максимально, скажем так, статистически, значим в ценности своей. Значит, вы говорите, я хочу быть кем-то... Вот есть такой термин здесь, по-английски говорят, someone who makes the difference. Вот такой ключевой человек. Вот если не он, тогда уже никто. Понимаете, вот такой someone who makes the difference. Вы говорите, я хочу make a difference in software testing. Неважно, там, development или какая там у вас профессия. Я хочу быть кем-то, кто вот такая ключевая фигура в том, что он делает. Чтобы оказаться в этом положении, я так понимаю, и все с вами согласятся, мне нужно две вещи. Мне нужно работать на хороших проектах, потому что мы учимся на проектах, и мне нужно работать вместе с серьезными профессионалами в хорошей команде. Никто, никогда, ни в одной компании вам не скажет, ой, что ты, у нас такой проект такая лажа, тут научиться ничему нельзя. Никто вам не скажет, ой, ты вообще не хочешь видеть этих людей, которые тут работают, это вообще кошмар какой-то. Никто вам скажет, ой, да ты что, да у нас такой проект, это вообще там целая история пойдет. Или, ой, да у нас такие программисты, ой, у нас такой маркетинг, ой, у нас вот эти, ой, у нас те. То есть вы очень точно попадаете. И, в принципе, двух вот этих позиций в большинстве случаев достаточно. Вы говорите, я хочу быть крутым в том, что я делаю. Не важно, кто я буду. Буду менеджером, значит, я хочу быть крутым менеджером. Буду автоматизацией заниматься, значит, крутым автоматизатором. Буду там на PHP писать, значит, крутым писателем на PHP. Не имеет значения тестером. И на случай, если вы соревнуетесь с таким же хорошим или другими не менее хорошими ребятами, которые тоже здорово отвечают, вам нужно усиление вот этой позиции. То есть, еще раз, в большинстве случаев двух первых достаточно. Но вы усиливаете, вы говорите, но вы знаете еще что? Кроме того, чтобы быть крутым и работать в хорошей команде, на хорошем проекте, IT сегодня настолько разнообразно, что надо какую-то нишу себе выбирать, область, в которой мы работаем. И вы говорите про ту область, в которой работают эти люди. Они занимаются мобильными делами. Рассказывайте, как здорово заниматься мобильными. Они занимаются базами данных. Рассказывайте, как вы не можете жить без базы данных. Они занимаются, я не знаю, электронной коммерцией. Значит, рассказывайте про электронную коммерцию, про секьюрити, про борьбу с вирусами, про... Ну, какая разница? На самом деле, все, чем люди занимаются в этой области, оно все очень интересно и все здорово. Если вы задумаетесь над тем, что там здорово, вы найдете миллион причин, почему это действительно здорово. Не нужно врать. Врать вас... Они поймут, что вы врете. Это видно, это чувствуется. Это должно быть искренне, абсолютно. Значит, подумайте над тем, что там здорово. И вот, пожалуйста, расскажите. И почему вам хочется... И тогда вы уже просто внутрь к ним вошли. Понимаете, мало того, что человек правильный по сути своей. То есть он хочет быть хорошим специалистом, и он хочет то, чего у нас есть. Хорошие проекты, хорошая команда. Но он же, черт его знает, он же еще вот прям вот этим же хочет заниматься. Он же еще, может быть, сам даже не понимает. А у нас-то это все есть. Понимаете? Если вы скажете, ой, вот что у вас есть, вот то и годится. Так никому не надо. Понимаете? А вы историю рассказываете. Вы как бы ее кастомизируете, эту историю. Привязываете к этой компании. Вот это тот ответ, который вы должны дать. Ну, как бы я советую давать такой. Теперь, еще один вопрос, который на самом деле тоже вопрос вот этого жизненного пути. Потому что ни один человек не родился тестером. И мы это знаем. Так, ни татуировки на нем нет, ничего, ни в глазах. Ни один человек не выучился в колледже на тестеры. Вот нет такой профессии в университете. Вот там закончил, и пошел, и стал тестером, и не возникает вопрос. Значит, он откуда-то переквалифицировался. Если он был программистом, почему его занесло в тестеры? Если он был там аккаунтантом, бухгалтером, да, почему его занесло в тестеры? Если он был еще кем-то, почему тестер? Ну, хорошо. Вот у нас тут есть на выборах раз, два, три, четыре, пять разных ответов. Это должен быть ваш ответ, это должен быть искренний ответ. Я даю пять, чтобы вы, может быть, что-то такое для себя выбрали, и, может быть, как-то добавили, изменили и так далее. Может быть, вы и не тестером, а в какой-то другой профессии собираетесь быть. Но, тем не менее, особенно если у вас образование, как бы, изначальное, не совсем соответствует вот этому, или, может быть, у вас два образования, но почему у вас было одно, а стало второе? Я точно так же могу сказать, вот вы закончили там университет по экономике, почему вы потом пошли в IT и стали системным администратором. Ну, если это был конкретный случай, что произошло? Тот же самый вопрос, куда ты идешь по жизни, какой у тебя жизненный путь? Вот ты случайно в тестеры? У меня был случай, девочка, я ей говорю, там, как ты себя видишь, другой, правда, вопрос был, она говорит, я через два года хочу там к маме моей присоединиться в бизнесе по дизайну одежды. Я говорю, а что ж ты сейчас не присоединишься? Она говорит, так я хочу же денег заработать и уже с деньгами к ней присоединиться. Я говорю, а что же ты не пошла учиться в 17 лет в университет на дизайн одежды, а пошла учиться на компьютер сайенс? Она говорит, так у меня аж такой бэкап. Да я не хочу быть ее бэкап. Потому что рядом стоит другая девочка, которая мечтает работать в IT, там быть тестером и так далее. Вот и все. Поэтому это такой же точно вопрос о вашем жизненном пути. Почему вы в этой профессии? Что вы любите в этой профессии? Вот у меня первый ответ такой. Я люблю видеть, как продукт, который мы тестируем и разрабатывается в компании, как он меняется в результате того, что я нахожу ошибки и их сообщаю. И я на самом деле могу про себя сказать. Я очень люблю видеть, как продукт меняется. И когда он уже уходит туда на рынок и думаешь, черт возьми, там половина всего, что там люди видят, это я повлиял. Это очень приятное чувство. Вы чувствуете себя, так сказать, вот контрибьютором, вот тем, кто вклад внес. Теперь, я люблю... Мне нравится тот уровень appreciation, это когда вас ценят. Да, вот тот уровень, как меня... оценки меня, потому что сколько я не занимался другими делами, я вот, например, такого не чувствовал. Например, это может сказать человек, который... Вот здесь много девочек из Индии, которые 5, по 6, по 7 лет не имели права на работу. И вроде у нее и образование там по IT, и может быть, она даже там 2 года программистом где-нибудь в Бангалоре работала, а приехала сюда, 6-7 лет прошло. И вот она говорит, да я, допустим, сейчас работаю тестером, но с моим прошлым, я такой классный тестер, и я когда программистом работала после колледжа, меня так не носили на руках, как меня носят сейчас, как тестера. И люди поймут это, они скажут, да, конечно, каждый человек хочет, чтобы его на руках носили, какой он крутой. Третий буллет, он здесь говорит, ну я вот чувствую, что я могу состояться профессионально в этой области. Это не подтверждено ничем. Я думаю, что я могу... То есть, как бы нет уверенности. Конечно, если вы это говорите уверенно, да, то я могу вам поверить, что вы так думаете. Но я могу думать, что вы ошибаетесь, и вы не уверены сами, и я не знаю, как дальше будет. Понимаете, если вы уже работали, допустим, и у вас какой-то опыт есть, и вы в результате этого опыта это видите, то это, конечно, лучше, чем если просто вы что-то такое себе думаете. Мой прошлый опыт, хорошая комбинация с тем, что вот я еще и тестер. Ну вот у нас есть, например, ребята, которые работали врачами, или работали, ну не врачами, но исследования какие-то вели вот в микробиологии, в фармацевтии. И они, когда на тестеров выучиваются, их очень хорошо разбирают компании, которые занимаются медицинскими приборами. И вообще там есть много софтура, который делается для медицины. И они хотят людей, которые понимают кое-что в этом деле. У нас тут всех микробиологов, биохимиков, всех туда подгребают. И они могут сказать, вот у меня мощная комбинация, потому что вот есть как бы ниша, где то, что я свою прежнюю профессию, я ее не бросил, а я ее использовал, и она продолжает на меня работать там и так далее. Ну и вот последний такой, я считаю, не солидный, я прямо страсть испытываю. Вот я человек, качество, это моя вторая фамилия, это мой от первого брака ребенок, я не знаю. В общем, вот я, качество, это я. Ну, может быть. Знаете, есть люди такие, смотришь на него, видно такой зануда, прям едкий там вот такой вот. Ну, бывает. Я вам показываю разные варианты, просто чтобы вы для себя составили что-то, чтобы вы понимали, что это важно, почему ты в этой профессии, это важно, особенно если вы меняли профессию. Теперь, что происходит? Вам задают вопросы. Среди вопросов, которые вам задают, вам неизбежно, глядя в ваше резюме, вам говорят, а, вот ты работал в этой компании, ну что за компания, расскажи. Да, говорят, а что ты там делал, там тестировал, а что тестировал, какой продукт, расскажи о продукте. Программировал, какой продукт, расскажи о продукте. Значит, компания, раз, проект, на котором ты работал, фактически software application, с которым ты работал, два. Потом тебе говорят, ну расскажи, а что ты делал. Ну, это как-то расписано в виде буллетов вашего резюме, там, да, там разрабатывал, там, я не знаю, описывал, там удалял, там еще что-то, вот там администрировал. Но, все равно надо рассказать, даже написанное. Но после этого идет убойный вопрос, номер 4. Убойный вопрос, говорит, ну как, расскажи теперь, как. Вот написано, делал regression testing, ну расскажи, как ты делал regression testing. Или там написано, вот, там, сообщал об ошибках. Говорит, отлично, говорит, ну расскажи, как ты сообщал об ошибках. И нужна некоторая история. Есть некоторая такая тонкость, как бы органическая. Ну вот, если мне говорят, Миша, расскажи, как ты машину водишь? Так, а как же я вожу, сел и веду? Это уже давно свернулось. Смотрите, это уже навык, свернувшийся, это уже не умение, когда вот ты сел и можешь расписать там по частям. Но, если я сяду и начну спрашивать себя, как я вожу машину, я говорю, первый этап, я должен в машину попасть. Перед тем, как в машину попасть, я делаю визуальный осмотр. Я обхожу вокруг машины, смотрю, чтобы никакое колесо не спустившимся было, чтобы не разбили окно, там, не сделали вмятину, там, хорошо. Дальше я подхожу к двери со стороны водителя, водительской двери, и ее открываю. Ну уж какой у вас там есть прибор, как вы ее открываете, вот так вы ее открываете. Дальше я сажусь в машину. Значит, сажусь так, чтобы аккуратненько сесть, чтобы не удариться головой и так далее. И чтобы ничего не было на сиденье. Потом я закрываю дверь. Потом я, значит, ключ там вставляю в зажигание. Потом я поворачиваю этот ключ. Потом, знаете, я могу долго-долго-долго осматриваюсь по сторонам, не идет ли кто справа, не идет ли кто слева. Мы все это делаем автоматически. То же самое происходит на работе. Если вы сидите там пять лет, что-нибудь программируете, вам расскажут, как ты это программируешь. Ну, как программируешь? Сидел, программирую. Как люди программируют? Но с точки зрения того, что вы попали на интервью, надо рассказать. Как тестировал? Надо рассказать. Что для этого надо? Надо сесть подготовиться однажды. Вот мы сейчас смотрим на картинку. И на этой картинке у нас рассказ о компании. Я его в таком виде написал. Ну, просто уже когда человек говорит, я вообще не знаю, что сказать. Ну, не знаю, что сказать. Ну, скажи, сколько лет компании? Сколько там работает народу? Что делает эта компания? Какие у них там продукты? А с кем конкурирует эта компания? Кто у них там конкуренты? Эта компания, значит, у нее акции там на New York Stock Exchange или там на NASDAQ или это частная компания? Она прибыльная или она еще в стартап таком состоянии? Может быть, какая-то история есть. У многих компаний есть какие-то истории. Вот у Google есть история. Два аспиранта в гараже, туда-сюда и пошло-поехало. Там у Hotmail есть такая же история. Там они не в гараже, а в бедруме. И, в общем, вот есть истории. Какие были планы там оригинальные? Как эти планы изменились? Вы можете даже сказать, что они там в шикарном здании. Можете сказать, что там какие-то бенефиты у них хорошие, там страховки. Это уже чересчур, но уж когда совсем не знаешь, что сказать. Ну, например, это. Какая там обстановка? Вот, например, есть компании, которые известны тем, что там среда специфическая. Вот, например, компания Apple, да? Там вот определенная обстановка. Там все фанаты, там вот как-то люди очень увлеченные. Там эта культура определенная есть. Об этом можете рассказать. Ну, что-нибудь расскажите. Если вы работали в компании и сядете, напишите пять предложений сегодня, а потом через неделю посмотрите на эти пять предложений и еще там четыре напишите, а потом через неделю еще два, то пройдет месяц, и у вас будет вполне приличная история, даже если вы нездоровы рассказывать истории о компаниях. Вы вообще можете попросить помощи других людей, которые, может быть, более разговорчивые, или у них как-то более структурированная речь такая. Они, может быть, как-то это лучше делают, я не знаю. Но, в общем, и в целом это очень важно рассказать про компанию. Вы еще имеете в виду вот что. Если вы рассказали увлекательно, и люди, которые вас интервьюируют, у них вопросы возникли. Знаете, особенно когда интервью живьем происходит, и даже в онлайне, если у него есть полчаса, например, да, и вы ему рассказали там две минуты про эту компанию, а он еще на 10 минут вам вопросы задавал, ну так вы же уже сколько времени слопали от этого интервью, и уже мало осталось там на такие вещи, где вам нечего сказать, может быть, или лучше бы туда не заходить, поэтому хорошо, когда человек готов и рассказывает про компанию. Чудовищно, когда человек о компании не может сказать ничего. Вот у меня бывают ребята приходят с практики, или там бывает поработал где-то, я им резюме подправляю, и вот я говорю, ну где ты работал там, в какой компании? Он говорит, ну там в Application компании. Я говорю, и все? Я говорю, а что за продукт? Что ты тестировал? Он говорит, что в Application тестировал. Вот это уровень, с которым не то, что вот там с рабочей визой, а вообще разговаривать с человеком не хочется. Это уровень, который вы не можете себе позволить, ни при каких обстоятельствах. Если у вас есть высшее образование, если вы считаете себя приличным человеком, и вы не можете сказать 10 предложений о компании, нет у вас высшего образования, и не являетесь вы приличным человеком, до тех пор, пока не научитесь это делать. Это очень простой критерий. Понимаете? Нельзя опускать планку приличности и планку высшего образования до уровня отмороженности. Понимаете? Как тогда отличить образованного приличного человека от совершенно отмороженного? Если, ну невозможно это. Не позволяйте себе там находиться. Продукт, который вы тестируете, или разрабатываете, или что вы там, ну, мы в данном случае про тестеры, как бы, рассказываем, у нас заточена презентация по тестеру, но вы уже тогда, значит, экстраполируете к тому, что вы там, что вы делаете. Вот некоторый софтворный продукт. Для кого он сделан? Кто эти пользователи? Какие у них есть потребности? Какая функциональность? Какие фичурс там есть в этом продукте? Почему это важно? Потому что, когда вы говорите с кем-то, а у них свой продукт, то, соответственно, они говорят, о, смотри, он может прямо сейчас вот скачать и вот эти фишки тестировать. Там, как это, шоппинг-карт, отлично, каталог, да, поиск, да, регистрация, там, безопасность, там, еще что-то. Ну, вот какие функциональные кусочки ты тестировал или разрабатывал, и мгновенно у людей возникает перенос в голове. Это очень важно. Какие есть конкурирующие продукты? Бывает, компания конкурирует, а бывает, продукты конкурируют, а компании нет или тоже конкурируют. Значит, что твой продукт делает, например, конкурентоспособно? Вот мы конкурируем, у нас конкуренты Microsoft и Google. Говорят, боже, и они вас не сожрали, не раздавили, а почему? А у нас вот такой продукт, что, допустим, они вот этим вот не занимаются. Я тут с одним товарищем разговаривал, он у Касперского работал там, и я не знал, что Касперский этот антивирус тут в Америке имеет какое-то хождение. Оказывается, имеют. Оказывается, вот есть такие области, где люди предпочитают взять вот это, потому что, допустим, те, кто делает основные антивирусные продукты, вот для них не делают то, что делает Касперский. Понимаете? Но если вас спросят, и вы объясните, это классно. Если вас спросят, и вы не интересуетесь или просто не знаете, ну, тогда вы потеряли возможность показать класс. А почему вы не знаете, странно даже. Какой у вас там кастомер-бейс, что за люди, как много, допустим, как это растет, вот какая динамика. Там сначала было 300 клиентов, второй год было 10 тысяч, а третий год стало 4 миллиона. Вообще, как это происходило? Какой у вас маркет-шер? Да, вот там 10 компаний работают, у нас там 20% рынка. Ну, вот такого плана вещи. Чем больше вы уже знаете о каком-то продукте, тем больше всякого знания к вам начинает подходить. Это когда вы где-то работаете, вообще, вот имейте такую привычку, где бы вы не работали, да, задавать себе вопрос. Вот если завтра меня спросят, вот что это был за продукт, расскажи мне об этом продукте, что вы можете сказать. И тогда уже работая там, вы будете с какой-то историей такой существовать. Вот у меня ребята приходят с интерншипа, да, и некоторые очень здорово рассказывают. Раз в неделю им положено, вот если бы мы от школы их куда-то послали, раз в неделю в конце он шлет мне отчет, что он делал, как он делал. Он не приходит на резюме, да, чтобы ему сделали резюме, без того, чтобы прислать это требование к ним. Он должен прислать написанную историю о компании, написанную историю о продукте. Мы им говорим, ты пишешь ее каждый день. Каждый день ты можешь что-то подправить, добавить предложение, убрать какую-то фразу, переписать какую-то фразу, с ребятами поговорить, они тебе что-нибудь расскажут. Но если ты не интересуешься этим, у тебя ничего не произойдет. Ты не для того в этой компании там три месяца на практике сидишь, чтобы найти там больше ошибок. Конечно, важно найти больше ошибок, кто же говорит. Но каждый раз, когда ты находишь ошибки, когда ты сообщаешь об этих ошибках, когда ты общаешься с программистами о том, что произошло, какие обстоятельства и так далее, ты все это описываешь, и это становится твоим резюме, твоими историями, которые ты рассказываешь. Мало иметь резюме, надо еще к нему рассказ иметь. Какая у тебя была роль? Дело в том, что роль человека зависит сильно от проекта и от обстоятельств этого проекта. Вот, допустим, вот здесь я два, для примера, привел. Значит, один мы говорим, что я был единственным тестером, поэтому я делал практически все. То есть я и это, и это, и это, и это. Это моя такая роль была. Другой вариант, я говорю, я был там в группе из пяти человек, и вот специфически занимался там, скажем, автоматизацией, или там занимался чем-то таким. Есть такой вопрос, когда, какая роль у тебя была, какую роль ты играл, выполнял там и так далее. Теперь мы переходим к вопросам, которые мы задаем, когда мы идем на интервью. И вот этот слайд, который сейчас перед вами, он говорит, а почему вообще вопросы надо задавать? В чем смысл? Значит, первое, ты своими вопросами показываешь класс. Вот я когда-то, когда такая школа начиналась, и я на эту тему начинал говорить, я такой советский анекдот им приводил, как два человека переходят дорогу на красный свет, и подходит милиционер и говорит, платите штраф. И один из пешеходов ему говорит, как, вы уже и депутатов Верховного Совета штрафуют? И тот извинился так, и говорит, ну, я извиняюсь, говорит, пожалуйста, аккуратненько, все, и они пошли. А второй, первому пешеходу говорит, слушай, а я первый раз слышу, что ты депутат Верховного Совета. Он говорит, так я что, уже и спросить не могу? Понимаете? Поэтому он же не сказал ему, я депутат, как ты смеешь меня штрафовать? Он ему сказал, как? Так, вы уже и депутатов. То же самое здесь происходит, когда вы задаете свои вопросы, по самому вопросу, ты смотри, какая птица крутая попала. Надо иметь хороший вопрос. Это первое. Второе. То есть вы можете, конечно, показывать класс, отвечая на вопросы, но вы можете показывать класс и задавая вопросы тоже. Что еще важно тут понимать, что, когда происходит интервью, но вот если это здесь на местности происходит, то в среднем с вами будет разговаривать, может быть, человек и четыре. И им обычно дают либо 30 минут, либо 45 минут, либо час. Вот приходят люди, говорят, ой, три часа интервью. А что такое три часа интервью? Четыре человека по 45 минут. Тоже мне там проблемы у него. Но когда вы в онлайне, в скайпе, там еще как-то, все равно какие-то люди с вами разговаривают. И некоторые из этих людей, я бы сказал так, вот если на местности смотреть, так половина, просто включены в цепочку, и не то, чтобы им что-то от вас надо, но вот менеджер приходит, ты, ты, ты чего, я занят, я все, нужно четыре человека, вот будешь интервьюировать. Вот он, бедный, приходит, ему дают ваше резюме, он видит его первый раз, смотрит на вас, на ваше резюме, и думает, что такое вас спросить. Если вы не в состоянии задавать ему вопросы, а он говорит, да, вот вы с кем разговаривали, там, с менеджером, но вопросы есть у вас? Если вы говорите, что у вас вопросов нет, то он вынужден вас сам спрашивать. А что он вас спросит? А черт его знает, они что, профессионалы, что ли? По интервьюированию нет? Ну, такие же тестеры, программисты там. Обычно они спрашивают ерунду какую-нибудь, что он делает вот каждый день, вот то он вас начинает спрашивать. То есть он вас спрашивает то, что вообще, кроме него, никто и знает, ты не можешь, включая его менеджера, толком. Поэтому очень важно, если вам дают возможность задавать вопросы, а это считайте, что половина людей, с которыми вы будете разговаривать, надо задавать вопросы хорошие. Поэтому если вы задаете вопросы, то вы избегаете идиотских вопросов, которые они вам потом зададут. Кроме того, когда вы задаете им вопросы, вы изучаете. Помните, мы говорим, что надо боль, так сказать, вот эти проблемы узнать, и тогда вы можете себя спозиционировать, как решение этих проблем, да, вот как бы принцип продажи успешный. Так вы можете покупателя изучать. Вы задаете вопросы, и он вам отвечает на эти вопросы, и вы о нем больше узнаете. На самом деле, когда они задают вопросы, каждый вопрос, который вам задают, тоже о них говорит. Нельзя задать вопрос без того, чтобы кое-что о тебе люди узнали. И, кроме того, когда вы задаете вопросы, идет такой разговор более big picture, что называется, об общих вопросах. Как только они начинают вести разговор, сразу начинаются такие тонкости, которые мы можем знать или не знать, и мы уже рискуем. Поэтому очень важно задавать вопросы. Вот этот слайд, он о том, почему это хорошо делать. А дальше мы пойдем по самим вопросам. Помните, я вам говорил, что когда они вас спрашивают, смотрят на вас, на ваше резюме, они говорят, расскажи о компании, расскажи о продукте, расскажи, что ты делал, расскажи, как ты делал. Та же самая логика в вопросах, которые вы задаете. Вы говорите, вы начинаете с компании. Из того, что я сейчас тут буду рассказывать, очень многие вещи вы, может быть, уже на интернете узнали, а, может быть, не узнали. Иногда бывает, что и не знаешь особо. Если вы на интернете начали на эти вопросы ответы нашли, у вас в три раза больше будет вопросов после того, как вы эти нашли. Это я говорю на случай вот этих четыре, это когда вы не знаете ничего. А когда вы уже кое-что знаете, у вас еще 24 вопроса возникли. Поэтому вы говорите, а сколько лет компаний, как давно вы в бизнесе, а большая ли компания. За этим на самом деле стоят свои беспокойства. Каждый вопрос задается, потому что есть беспокойство. Какое у вас беспокойство? А насколько они стабильные? Вот сейчас поедешь к ним на работу, и дальше через три месяца сокращение или там еще чего. Поэтому, а как давно? А какие вы большие? А много ли у вас продуктов на рынке? А кто ваши конкуренты? Вот я помню, первая моя компания, там митинг был в 92-м году. И там им говорят, а кто наши конкуренты? А, VP спрашивает, а кто наши конкуренты? Ему ребята говорят, не знаем, а кто? Он говорит, как кто? Говорит, Microsoft? Так Microsoft, он и сейчас там. А этих нету давно. Понимаете? Поэтому, кто твои конкуренты? Вот. И это тоже на самом деле признак стабильности там или нестабильности. Теперь о компании поговорили. Давай теперь о продукте поговорим. Первым идет такой вопрос, то, что называется open-ended. То есть, они могут там час рассказывать. Есть люди, вот их спросишь, расскажи о продукте, что за продукт вообще у вас, что вы тут делаете? Есть люди, по часу могут говорить. Такие фанаты прям все такое. Вот. А может одной фразой отделаться. Тоже бывает. А какая у тебя, что нынче за версия у вас там? Почему версия вас интересует? Потому что, если версия, которая будет выпускаться, это 1.0, это значит, что, скорее всего, документации там нет никакой. Ни описания, ни хелпа, ни тест-кейсов, ну вообще ничего. И все голое и босое. Вот это как бы... А если версия там 6.0, то совершенно другой уровень, вы быстро... Значит, там полно документации, вы быстро разберетесь там и так далее. Какой у вас конкурирующий продукт? Иногда, знаете, что? Они вам говорят что-то, вот мы делаем вот это, но что они делают, понять невозможно. Они говорят, а кто у тебя конкурент? Это Google Maps. А, ну так понятно, что ты делаешь. Понимаете? То есть по конкурирующему продукту более-менее становится ясно, что делают они. А как ты выживаешь эту конкуренцию? Почему, вот скажем, там Google Maps, а ты выживаешь? Вот у нас есть продукт, например, который у нас ребята тестируют, там есть компания одна. Они делают для, ну, фотоальбомов. Вот то же самое, что Picasso или там Flickr, то есть их есть там пяток-десяток основных. И вопрос, а как оно выживает? Мало того, так он еще и платный, там подписка платная. Говорят, а что ж там такое есть, чтобы люди еще деньги за это платили? Да? Вот. И начинается разговор интересный, всем интересно. Какие там основные функциональные области? Почему это интересно? Потому что если он говорит вот это, вот это, вы ему говорите, ой, я это тестировал, и это тестировал, и это тестировал. Или вы говорите, я это не тестировал, но это безумно интересно. А когда следующий релиз? Вот этот вопрос со следующим релизом у меня из студентов там один подсказал, ну, уже работающий парень, он говорит, ты понимаешь, что происходит? Вот ты идешь на интервью, они тебе говорят, вот это важно, вот это надо, и job description, когда читаешь, там все им надо. И дальше выясняется, что релиз у них там через три месяца. И фактически, вот то, что они там говорят, что им надо, это может быть им когда-нибудь и понадобится, ну, может через год, я не знаю, но когда у тебя релиз через три месяца, то львиная доля этого не актуальна. Если вы понимаете профессию, в которой работаете, и понимаете, что когда происходит этот жизненный цикл разработки софта, то вы понимаете, что для того, чтобы выполнять вот эту работу прямо сегодня, им это все не нужно. Будет ли им это нужно дальше, мы не знаем, но сегодня точно не нужно. Это как бы помогает с ними разговор вести, то есть вы понимаете, что актуально, что не актуально. Итак, о компании мы поговорили, компания делает вот такой софтвер, а что за люди, вот и сделать, что за команда у нас, вот мы там сколько народу? Трое. И что, вот эти трое или вы там кого-то еще нанимаете? Они говорят, у них вообще всегда есть планы. Знаете, план найма есть всегда. Вот поскольку есть менеджер, то у него все распланировано. Другое дело, что планы корректируются, никогда не выполняются толком и так далее, но никто даже и не пытается толком сделать вид, что план должен выполняться, но не должен, но он должен быть. Вот это важно. Люди, у которых есть план, они дальше могут зайти, чем люди, у которых планы никогда и не было. Поэтому они вам говорят, ой, да, в конце квартала мы еще одного нанимаем, в конце следующего еще двоих нанимаем. Это какой-то разговор. Мы говорим, ну хорошо, вот эти люди, которые есть, они чем занимаются, какие куски они разобрали? То есть вы видите продукт, вы видите, что там в нем есть, какая функциональность, команда там из трех человек. Что они делают, эти люди? Один занимается автоматизацией, мы поняли. Этот занимается тем, что документацию пишет, это мы тоже поняли. Тот делает там еще что-то, менеджер там частично вот занимается вот это, вот это, а еще там тестирует что-то. Хорошо. И мы плавненько из вопроса о том, что это за команда такая, переходим к вопросу о том, а что за позиция? Ну, ну хорошо, вот эти вещи делают вот эти люди. А тот, которого вы сейчас нанимаете, вот допустим, я с вами разговариваю, это что за должность у нас такая? Какие обязанности вот этого человека? Пусть они нам расскажут. Это может, кстати, сильно отличаться рассказ от того, что написано в job description. Вот вы увидите, когда начнете реально на интервью ходить, довольно занятно. Ну, дальше вы задаете еще два вопроса, которые выделены, вы можете подумать, что это желтеньким выделено, но это золото, это цвет золота, и потому что вопросы совершенно золотые по своей ценности. Значит, первый золотой вопрос звучит так. как бы вы описали, определили идеального кандидата под эту позицию? Дело в том, что есть как бы такой естественный процесс составления вот этого job description. И там есть разрыв между реальностью и мечтой. И вот, они, допустим, чтобы нанять человека сегодня, выполнять вот эту работу, он должен вот раз, два, три, четыре, пять. Но когда сочиняется job description, они вот это раз, два, три, четыре, пять записали, но дальше они говорят, ну хорошо, но мы же его не берем на три месяца. А если у нас пять лет, например, проработает, может такое быть? Ну конечно может, но хорошо. Если у нас пять лет проработает, он должен автоматизацию, например, знать? Ну, то есть сейчас у нас, конечно, нету, но может у нас через пару лет будет. Может такое быть, что у нас через пару лет будет автоматизация? Вполне. А что там за автоматизация? Что за тулы? Черт его знает, ну вот вроде там. И начинается перечисление инструментов, которые сегодня есть, и даже тех, которые уже пять лет как сняли с производства, тоже перечислют. И все это идет, значит, в job description. Вы когда посмотрите, например, там в job description, вы частенько увидите там сразу три-четыре тула, инструменты перечисленных. Это значит, что у них ни одного нет. Если у них есть Selenium, то им нужен человек, который знает Selenium. Есть QTP, им нужен человек на QTP. А когда через запятую, идут, это значит, что у них нет. Ну так, они в принципе, что знали, записали. Говорят, слушай, а хорошо, если бы этот человек, например, языки программирования знал? Хорошо. А какие? Ну, черт узнает, нам, собственно, никаких не нужно, но в принципе, ну какие есть хорошие языки, такие, чтобы не стыдно было? Ну, C++ неплохо, Java неплохо, там, PHP ничего, вот сейчас на Ruby многие там переходят где-то в каких-то задачах, там, Ruby давай запишем. Ну, чего там еще надо? Я не знаю. Perl давай запишем. И вот возникает некоторое описание, и чем-то напоминающее, ну, вы, наверное, молодые, в основном, кто это слушает, вот учебник по истории КПСС. Знаете, как вот житие святых, так сказать, большевистских, ну, то есть, ни одного слова правды нет, вот, буквально, какие-то странные, такая некая канва, а дальше все, так сказать, чушь собачья. И вот, вас хотят с этой чушью собачьей нанять на работу. И вот вы приходите и говорите, ребята, а вот, как бы вы описали идеального кандидата? В этот момент вам отвечают на вопрос, без дураков уже, ну, хорошо, вот, чтобы делать эту работу, кто нам нужен? Ну, конечно, должен быть человек, который в состоянии делать эту работу. Ну, ну, да, но это вы. Я хочу сказать такую вещь, если вы не в состоянии делать эту работу, никаких шансов у вас нет на то, что вообще этот разговор состоится, что с вами будут разговаривать. Они, когда ваше резюме видят, они видят, что вы, в принципе, можете делать эту работу. Ну, если то, что вы пишете более-менее как-то там правду или что-то, ну, ну, давай поговорим. Поэтому, не обязательно, конечно, не 100%, я не утверждаю, но, ну, 90% это шансов, что вы в состоянии эту работу делать. И это ваша позиция. Поэтому, ну, хорошо, он должен быть в состоянии делать эту работу. Раз. Второе, что, ну, с ним должно быть общение человеческое. То есть, он владеет языком, он в состоянии себя выразить, там, не нужно ему 10 раз повторять. Хорошо. Адекватный чувак, да. Так, чтобы с ним приятно было на ланч сходить вообще, там, может, а жизнь надо потрепаться, там, еще что-то. Ну, да. Ну, собственно, вот и все. И вот, вы этим вопросом сметаете со стола переговорного какую-то ахинею, которая не имеет никакого отношения вообще к этой позиции. Больше того, поскольку вы являетесь первым человеком, который их привел к тому, чтобы вообще подумать и понять, что им на самом деле надо, вы становитесь таким очень спешл для них. И говорят, боже, наконец-то, блин, был человек, который вот, ну, действительно, ты посмотри, ведь никто же не спросил мне ничего, и мы так, собственно, и не понимали толком, что делаем сами. Поэтому, вот, если бы, допустим, я вам задал вопрос такой, вот у вас есть возможность задать только один вопрос. Какой вопрос вы должны задать? Вот этот вопрос вы должны задать. Какое ваше определение идеального кандидата? Это самый лучший вопрос, самый мощный вопрос, который, в принципе, можно задать при вот таком разговоре, при интервью. Второй вопрос, который тоже золотым цветом идет, задается в развитии первого. Вы говорите, ну, хорошо, вот я смотрю на job description, и тут написано, скажем, test automation. Я пытаюсь понять, как вы будете судить, насколько я хорош, так сказать, я лучше, чем вы ожидали, или я хуже, чем вы ожидали, или прямо вот как надо. Ну, скажем, через две недели, две недели для контрактной работы, ну, для постоянки, там, скажем, три месяца. Вот через три месяца. Как вы будете судить, хорош ли я, например, в автоматизации? Что вы хотите увидеть, там, скажем, 500 линий кода, или там, допустим, 200 автоматизированных тест-кейсов? Ну, 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 что это должно быть? Какие-то библиотеки? Может, у вас вообще ничего нет? Вы хотите, чтобы я вообще начал этот процесс, там, структуру какую-то, там, я не знаю, фреймворк, написал? Ну, что? Вы говорите, вот там PHP, там, Java, там, еще что-то. Вот что вы хотите, какой код вы хотите, чтобы я написал через три месяца? Что я должен написать на PHP, что я должен написать на Java, что я должен написать на Perl? Они руками замахают, и выяснится, что ничего. Но они должны это вслух сказать, понимаете? Если вы их не спросите, оно так и останется, висит, что вообще-то надо было там PHP, Java, Perl, а вы не в курсе. Понимаете? А так скажут, да нет, то не надо, это не надо, здесь не надо, там не надо. Я когда-то называл эти два вопроса, если человек с интервью приходит, и я ему говорю, ну ты давал нюхать наши носки там этим интервьюирующим? Значит, пытал ли ты их нашими, так сказать, средствами? Потому что если ты не ходил на интервью, и два этих вопроса не задал, а что ты вообще ходил? Тебе работа нужна была или нет? Вот это уровень важности вот этих вопросов, как бы, в том смысле, в каком я хотел бы, чтобы вы к этому относились. Дальше идут, ну, поскольку мы на тесты разоточены, идут вопросы по профессии. В данном случае, это группы вопросов. Вот, например, я говорю, ребята, а вот, скажем, вот завтра вышел человек, там, в понедельник вышел человек, что у вас есть для того, чтобы он мог, например, освоить продукт? Что вы ему дадите? Что у вас есть там, спецификации, какие-то требования, там, я даже не знаю, manuals, help, может тренинг какой-то, знаете, в больших компаниях бывает, что там тренируют новых сотрудников. Ну, что есть, вот как человек должен разобраться в новом продукте? Понятно, что вы неравнодушны, хотя бы, хотя бы это уже хорошо. А вот, например, там, чего, можем поговорить про тест документации, а есть ли у вас документация, а много ли документации, насколько она подробная, а кто ее пишет, и так далее. Почему вы идете в эту тему? Потому что, каждый раз, когда вы куда-то хотите углубиться, вы должны прийти в состояние, где у них прокол. Вот мы говорим про документацию, вдруг выясняется, что проблема. Вы говорите, ты знаешь, что я эту проблему хорошо понимаю, если вы мне только дадите возможность, я заберу на себя, я это сделаю, я это делал раньше, я еще могу, я с удовольствием это буду делать. Если вы идете, и проблемы нет, то вам нечего предложить. Понимаете, нет проблемы, значит, решение не нужно. Поэтому, вы исследуете это с целью найти проблему. Вы можете спросить прямо, вот там документация, да, подробно, да, это, да. Вы говорите, а есть какие-то проблемы с документацией? Вот, допустим, что-то такое, что хотелось бы, но вот нету. Они говорят, да, вот это хотелось бы. Вы говорите, ой, так дайте же мне, я же, я же только вот и ждал вот этого. Задавайте вопросы, как бы прямые, в лоб. Тест automation, это есть, да, это есть, да, а чего нет, а чего хотелось бы, а как вы это видите? И говорите, слушай, так вот же я же специально, вот доктор же прописал, а я думаю, где купить, а вот вы. Отношения с программистами, частенько там так, они сплетничают, и говорят, а как там, ну, как бы коллективно работают, или там противоречия какие-то, или еще что-то, можно посплетничать немножко. Ну, и говорят, а вообще какие проблемы? Вот, допустим, от чего просыпаетесь ночью? В кошмаре, да, так, ну, в той или иной формулировке. Вот какие основные проблемы, допустим, вы сейчас решаете, и для решения которых вам нужна помощь со стороны, что вот вы людей интервьюируете, и так далее. Задавайте в лоб, они вам расскажут. Самое минимальное, что вы можете с этого получить, это когда вы со следующим будете разговаривать, а они же там будут, четыре человека мы договорились, что у нас в среднем интервью, значит, вы первого спросили, какие проблемы, а когда со вторым, третьим и четвертым разговаривали, вы рассказывали о том, как вы решаете эти проблемы, а это же прямо их проблемы, а они вам еще что-то добавили, вы их тоже спросили, какие проблемы, вам еще парочку сказали, и так далее. Вот так примерно это происходит. Мы закончили нашу презентацию, и переходим к вопросам, если таковые есть. Итак, первый вопрос у нас от Лилии. Лилия живет в Казахстане, в Актюбинске, да? И, значит, Лилия говорит, ну вот я прохожу интервью, ну может быть в Скайпе, с какой-то американской компанией, вам нужна виза H1B, они вам, как вообще о деньгах, да, они вам скажут, а как вы им скажете о деньгах, и так далее. Значит, о деньгах разговор зайдет только тогда, когда вас захотят нанять. Вы вопрос денег не поднимаете до того момента, пока вам не сказали, мы хотим вам сделать оффер, и мы вам предлагаем вот такую-то сумму. До этого вы про деньги вообще молчите. Не важно в Казахстане или вы здесь находитесь, у вас есть там грин-карта. Вы не можете на эту тему говорить. Они вам должны предложить деньги, иначе вы их напугаетесь. Поскольку вы находитесь, ну ищите работу по H1B, а в H1B есть такое понятие, как превейлинг вейдж, то есть та аккаунти, вот то графство, где они находятся, там есть свои суммы. Поэтому вам очень мало никак не заплатят. Вам заплатят прилично. И как бы это государство контролирует. Поэтому, ну допустим, вы интервьюируетесь в Скайпе, и эта компания находится здесь у нас, в Сан-Хосе, и с Силиконовой долины, и они вам говорят, вот мы вам предлагаем работу на 85 тысяч. Настоящая проблема в этом состоит в том, что вы понятия не имеете, много это 85 тысяч, или это мало 85 тысяч. Вы просто не в курсе. Вы можете сказать, спасибо, я подумаю, там и через день вам скажу, это нормально. Кстати, вы не обязаны тут же соглашаться. Вы можете спросить, а сколько у меня есть времени, времени на принятие решения. Они могут сказать, ну вот неделя есть. Совершенно нормально. Вот, вы за эту неделю можете по форумам походить, поспрашивать, там много этого. Я все время вижу на форумах, там вот там пишут, приезжаем с мужем и с ребенком, 120 тысяч, это много или мало. Поэтому, значит, итак, первая проблема в том, что вы сами не знаете, много это или мало. В любом случае, сколько бы вам ни предложили, теоретически неплохо получить больше. Но опасность, как бы, состоит в том, что вы можете людей напугать своими потребностями, странными. Но закон, как бы, игры такой. Они не могут вас, как бы, отозвать свой оффер на основании того, что вы хотели больше. То есть, вам говорят, вот тебе 85, вы говорите, ребят, хотелось бы стольник. А они говорят, ну мы пойдем посоветуемся. Значит, выходят и говорят, вы знаете, говорит Лилия, стольник нет, ну вот, в общем так, 87 500, да, больше мы не можем. Или могут сказать, нет, 85 больше нет. И у вас остается возможность согласиться. То есть, не то, что, знаешь что, ты хотела больше, извини, у нас с тобой отношений больше нет. Такого нету. Это разговор такой, без того, чтобы кого-то выкидывать. Поговорили, ради бога, нормально. Дальше что? А вообще, уместно на интервью вести такой торг, вот если, допустим, тебе дали 85 тысяч, то ты сразу согласился. Можете согласиться, можете сразу согласиться. Что ты вот очень рад и сразу все схватаешь и плохо о себе думаешь и чтобы набить себе цену нужно немножко поторговаться. Вообще уместно такое поедение? Я не вижу проблем никаких. То есть, я вам собственно дал путь. Вы говорите, сколько у меня есть времени на принятие решения. Это говорит вот о чем, что вы должны подумать, посоветоваться, может быть у вас есть еще пара мест, где идет разговор, что нормально. Они говорят, ну вот у тебя есть там неделя, вы можете через два дня выйти и сказать, ребята, я согласен и все такое. Это вас никак не унижает, если вы соглашаетесь с предлагаемыми условиями, ничего плохого в этом нет. Вам же их и дают, чтобы вы согласились. Это же не базар там где-нибудь, я не знаю, в Средней Азии, где сразу цена идет в трое выше, а он собственно и в три раза меньше согласен тоже. Просто он хочет интеллигентно поторговаться. Здесь такого нет, вам предложили цену. Согласен, согласен, нет и нет, ну как хочешь. Я бы на вашем месте себя спросил, вам чего важно-то? Если вы хотите из Казахстана приехать в Соединенные Штаты, ну так и приезжайте, вы можете здесь потом найти другую работу и на большие деньги через три месяца, через шесть месяцев, через год, если захотите. Рабочая виза не привязывает вас к этому нанимателю, вы можете сделать трансфер, перейти к другому на месте. Другое дело, что если тот, кто вас привез, с первого дня вам делает грин-карту, то вы можете сказать, ну я тогда уже подожду и не буду никуда переходить, потому что если вы перейдете, то обнуляется срок и новый наниматель должен снова вам делать грин-карту. И вы можете так несколько раз переходить, может быть у вас денег будет больше, но вместо того, чтобы грин-карту получить через пару лет, получите через 10. Вот этого вы не хотите. И вы уже будете дальше соображать, поэтому у вас нет необходимости как-то вот сохранять лицо путем каких-то переговоров, торговли, и это совершенно никакого смысла в этом нет. Если вам сказал кто-то, что в Силиконовой долине там семья из трех человек, например, меньше 150 тысяч там не существует, а не выживает, а вы вам предложили 85 тысяч, ну, значит, у вас проблема, что вы слушаете людей, которые ерунду всякую говорят там и так далее, то есть вы на 60 тысяч тут будете жить лучше, чем в октябрьске-то. Поэтому, ну, ну, что сказать, мы в таком мире сегодня живем, где информации много, ну, вот разбирайся. Сегодня же проблема не в том, чтобы информацию найти, сегодня проблема в том, чтобы из той горы, которую ты нашел, вычленить вот что-то такое существенное для себя и принять решение. Я бы так сказал, эта проблема вообще хорошая, я бы сказал, сладкая проблема, когда тебе оффер дают, а ты думаешь, а как поторговаться? Это, дай бог дожить до такой проблемы. Понимаете? Хорошо, значит, мы движемся на другие вопросы отвечать. У меня тут есть, вот Денис спрашивает, если задавать вопрос о проблемах в лоб, неужели на первом интервью вам сразу начнут рассказывать о проблемах в компании? Не отпугнет ли это работодателя? Это не только не отпугнет, а вы себе не видите, с какой радостью они вам будут рассказывать. Их хлебом не корми, дай рассказать о проблемах. Вы тоже поймите, они вас интервьюируют, чтобы понять, насколько вы хорошо подходите под их задачи. Но ведь вы-то тоже их интервьюируете. В сегодняшнем рынке, когда не хватает инженеров, катастрофически не хватает, это вы их больше интервьюируете, чем они вас. Вы ходите, разговариваете с разными компаниями. Вот представьте себе, что вы нормальный инженер, и у вас через 2 недели будет на руках 3-4 оффера. А как вы будете выбирать из 3-4 офферов? Вы же тоже не хотите, что попало брать. Поэтому они интервьюируют вас, а вы интервьюируете их. Это ожидаемое ваше поведение. Если вы не будете их интервьюировать, если вы будете как зомби, только вот, только вот возьмите меня, возьмите меня, возьмите, это странно. То есть, они с гораздо более, большим пониманием будут отвечать на вот эти вопросы, чем, например, видеть, что человек ничего не спрашивает. Следующий, тут я вижу, вопрос у нас возник. можно ли обговорить последующее повышение зарплаты? Знаете как, разные компании, там разные порядки. Если, чем больше компания, тем больше она структурирована, и тем больше там формализован процесс повышения зарплаты, начисления зарплаты, там и так далее. Вот там есть таблички, могут быть, например, там скажем, высшее образование, 7 лет опыта. Бах, идешь в квадратик, там написано, там 64-68, и так далее. И чем меньше компания, тем менее это формализовано. Я, например, обычно так советую, и сам тоже так делаю, ну, сейчас уже я не очень делаю, а когда вот я ходил там работу, искал сам, я обычно так говорю, вот, говорю, ребята, спрашиваю, сколько ты хочешь денег? Вот в чем сила этого вопроса? Когда тебе говорят, сколько ты хочешь, уже на интервью, или там, когда они с тобой поговорили и поняли, кто ты, они говорят, сколько ты хочешь? Это значит, что тебе готовы сделать оффер. Если по цене мы сошлись, то это люди, которые уже готовы меня взять. Остался только вопрос цены. Поэтому, если я действительно хочу там работать, то я им говорю так, ребята, давайте сделаем так, у вас есть позиция. под всякую позицию есть вилка в зарплате. Ну, это правда. Причем вилка бывает, она колоссальная. То есть, они говорят так, мы готовы, скажем, дать 30 долларов в час, но, если человек стоит того, мы и 60 долларов в час дадим, если вот крутое попадется. Поэтому, значит, вы говорите так, ребята, у вас есть позиция, так, в этой позиции у вас есть вилка. Давайте мы с вами сделаем так, вы мне дадите минимум этой вилки, так, чтобы мы не торговались, не обсуждали, чтобы вы не рисковали. Я не хочу, чтобы вы рисковали. Но через 3 месяца мы с вами делаем скиллз ревью, это называется. Скиллз ревью, это такой процесс, когда мы сели, как бы посмотрели, что человек знает, обсудили, и дали ему ту зарплату, которую он заслуживает. И вот мы делаем скиллз ревью через 3 месяца, потому что обычно это через год, вот так, через год делают скиллз ревью, говорят, ну вот, да, он тут подрос, это тут, сюда мы ему накидываем там 10 процентов, или 5, или 8. Вот. Я говорю, начинаем с минимальной оплаты в пределах вилки, но через 3 месяца делаем скиллз ревью. Эта позиция настолько сильная и настолько их пугает и убивает, они думают, боже, это какого же уровня вообще акула пришла, которая вообще ничего не боится, потому что в основном народ трусит и за десятку, я не знаю, там удавится вообще, и зайдет, желча там, гнилью всякой. Поэтому тут человек спокойно, он легкий, он верит в себя, он не сомневается, что ему дадут столько, сколько он стоит. И он не сомневается, что он стоит хорошо. И я вам другое скажу, вам никто минимум вилки не даст, если вы так скажете. Скажет, нифига себе, чувак, вы как минимум получите посредине. Им даже в голову не придет вам дать этот минимум. Если вас мой совет интересует, вот я бы так сказал. Можно ли обговорить последующее повышение зарплаты, если прямо на вопрос на ваш так ответить, вы можете вот что сказать. Вы можете сказать в частности, например, хорошо, допустим, вот сейчас вот такая зарплата, а как часто у вас идет пересмотр зарплаты? Как часто у вас делается скилз-ревью? Это может быть раз в шесть месяцев, это может быть раз в год. Вам говорят, например, через год. Вы можете спросить, а можем ли мы, например, сделать через шесть месяцев, например, в моем случае? Они вам скажут, либо скажут, можем, либо скажут, не можем. То есть, спросить можно, никаких проблем тут нет. Я бы к этому так подошел. Вот у нас тут вопрос такой. Значит, часто в компаниях скилз-ревью проходит раз в год. Так и бывает. Действительно, это нормальный ход событий. И тебе говорят, что в течение года ничего тебе не изменит, и будешь получать минимум вилки, как тогда быть? Тут же мы предлагаем компромисс. В компании скилз-ревью делается раз в год. И мы это знаем. И мы говорим, ребята, ну, пожалуйста, вы можете не соглашаться на мое предложение. Мое предложение, оно как бы требует компромисса с двух сторон. Мой компромисс, я согласен на минимум вашей вилки. Ваш компромисс, лично мне, скилз-ревью вы сделаете через три месяца. Больше никому в вашей компании через три месяца вы делать не будете. Это наша договоренность. Вы идете мне навстречу, ну, так и я же вам навстречу иду. Я же соглашаюсь на минимум вилки. Я же не говорю, дайте мне посередине или дайте мне конкретно вот такую сумму или сякую сумму. Это ваше предложение. Если вам скажут, нет, мы не можем принять такое предложение, вы говорите, ну, нет и нет. Ну, называйте какую-то сумму. В принципе, когда вы идете на какую-то позицию, неплохо знать, какая там вилка. Если вы через рекрутеры идете, вообще никаких проблем нет, рекрутер вам говорит. Если эта позиция на сайте компании прописана, там тоже сумма есть. Ну, в общем и в целом очень трудно попасть на интервью, не зная, о каких деньгах там идет речь. В общем-то. Ну, иногда очень точно зная, иногда примерно зная. Вот. Кроме того, вы можете сказать, ну, вот, допустим, если это позиция на H1B, например, вы говорите, ну, что там приваринг в H в этой позиции есть, я, в общем, согласен на это. Опять, если вы синьер-левел какой-то, программист крутой, и у вас там 10 предложений, и вас на части рвут, и так далее, вы можете очень мастерски таких отыгрывать и туда, и сюда, и можете им все кишки вымотать. Есть люди, они приезжают там и по 120 тысяч там им дают на старт. Понимаете? Ну, это же надо соответствовать как бы по уровню. Изучайте, изучайте на форумах, изучайте на сайтах, спрашивайте людей, ну, это, это ваше знание. Хорошо, когда ты знаешь, чего ты ищешь. Вот и все. Ну, что же, я чувствую, что мы семинар наш закончили. Я тогда с вами прощаюсь до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok